Не так давно в этих местах проживали сливки общества, лорды, леди, герцоги и прочая британская элита. И сегодня позволить себе квартиру в районе Мэйфейр могут только очень состоятельные лондонцы. Кто бы мог подумать, что в добротном кирпичном сооружении, мало чем отличающемся от тех, что по соседству, обитают злые силы. По крайней мере, именно так считают местные. История начинается в 1740 году, с архитектора по имени Уильям Кент, сконструировавший четырехэтажное кирпичное здание, в котором в разное время проживали политики Джордж Каннинг, Уинстон Черчилль. Но самым запоминающимся владельцем дома стали не они, а человек по имени Томас Майер или просто Мистер Майерс. Он был членом парламента и проживал в доме в 1859 году. Конечно, какой старый дом в Лондоне обойдется без привидения. Этот точно нет. Легенда разнится, но одна из версий повторяется от легенде к легенде. В частности, говорят, что комнату на чердаке занял дух молодой женщины, некогда покончившей с собой в этих стенах. Будто бы ее изнасиловал собственный дядя, после чего она выбросилась из окна. Призрак этот настолько жуткий, что пугает тех, кто его увидит до смерти. Он появляется в виде бурого тумана, сквозь который проступает белый силуэт женщины. Согласно другой легенде, причиной ужаса стал дух молодого мужчины, которого родственники заперли в той же комнате на чердаке, передавая ему еду через отверстие в двери до тех пор, пока он не сошел с ума и не скончался. В третьей же версии оселит в ту же комнату призрак девочки, которую убил слуга-садист. С 1859 года, по другим версиям, с 1885 года, там поселился Томас Майерс, член парламента. Он был отвергнут своей возлюбленной, после чего заперся в доме, медленно теряя рассудок. Он жил там не меньше десяти лет, никогда не выходил наружу и довел себя до такого запущенного состояния, что потерял все, что у него было, включая рассудок. Впрочем, известно о нем не так много. В своей автобиографии, опубликованной в 1906 году Леди Дора Тинневилл, дальняя родственница мистера Майерса, утверждала, что никаких привидений в доме не было, но ее предок действительно сошел с ума. Он проводил в доме целый день, бодрствуя преимущественно ночью, расхаживал по коридорам, издавал странные звуки и зажигал свет. Многие принимали активность мистера Майерса за проявление полтергейста. Вся история, полная чушь, писала Леди Невилл. Но далеко не все могут с ней согласиться. Иначе почему так много людей не смогли провести ночь в стенах этого дома? Удача любит отчаянных. Но не в этот раз. Двадцатилетний студент, сэр Роберт Уорбейс был юн, горячий и храбр. Как-то сидя с друзьями в таверне Холборн в 1840 году, он прихвастнул, что ничто и никто в этом мире не сумеет напугать его. А все истории о духах – лишь выдумки трусов. Вероятно, разгорелся спор, в результате которого друзья заключили пари. Чтобы доказать свою смелость, Уорбейс должен был отправиться и в одиночку переночевать в знаменитом доме 50 по Беркли сквер. Одному богу известно, как подвыпившим студентам удалось уговорить домовладельца пустить их на ночь. То ли у Уорбейса были деньги и связи, так что к причудам юного сэра отнеслись с пониманием, то ли домовладельцу и самому было любопытно, чем дело кончится. Впрочем, Лэндлорд поставил два условия. Первое – Уорбейс возьмет с собой пистолет. Второе – при малейших признаках чего-то странного он дернет за шнур, который соединял его комнату с гостевой. На конце шнура был подвешен колокольчик, чтобы Лэндлорд точно знал, когда бежать юнцу на выручку. Уорбейс взял пистолет и заперся в комнате на втором этаже, домовладелец остался в своей комнате на первом. Не прошло и 45 минут, когда его разбудил настойчивый колокольный звон, и почти сразу раздался выстрел. Домовладелец сбежал на второй этаж, распахнул дверь гостевой спальни, но было поздно. Он нашел своего постояльца забившимся в угол, уже мертвым. Ствол его пистолета все еще дымился, а пуля застряла в стене. На лице несчастного застыл ужас. Почти 50 лет спустя два пьяных матроса Роберт Мартин и Эдвард Блонден с судна ХМС Панелла перескнули повторить вызов у Арбойса. Их корабль был пришвартован в Лондоне, и матросы на берегу решили расслабиться. Пьяными они валились в тогда постававший дом номер 50. С трудом забрались на второй этаж, состояние первого этажа оставляло желать лучшего, и рухнули спать. Блонден был чуть трезвее, чем его друг, и сразу почувствовал, что в комнате есть еще что-то, кроме них. Мартин свалился на затхлый воздух и предложил просто открыть окно, чтобы немного освежить комнату. Оба вскоре уснули, но спустя час Блонден проснулся, время было около полуночи. Его внимание привлек скрежет дверных петель. Приглядевшись, Блонден с ужасом обнаружил, что в широко распахнутую дверь комнаты вползает что-то серое, преграждая единственный путь к отступлению. Мартин к тому времени тоже проснулся. Неожиданно Блонден обнаружил ружье, прислоненное к стене рядом с окном. Он попытался достать его, и это было ошибкой. Быстрая словно вспышка, серое нечто атаковало матроса. Бросив товарища, Мартин бежал, кубарем скатился вниз, на первый этаж, отыскал полицейского и буквально втащил того в дом. Но комната была пуста. Блондена обнаружили мертвым, по разным версиям, расчлененным в подвале или выпавшим из окна. Выражение его лица напоминало то, что было когда-то у студента Уарбойса. И если эти два случая вызывают сомнения, все участники событий, кроме серого нечты, серьезно нагрузились, то история, произошедшая в 1872 году, за 15 лет до событий с моряками, не вызывает сомнений в разумности ее участника. Лорд Литлтон, британский аристократ, жил в уже знакомом нам доме, даже в той же комнате. Однажды он увидел нечто, чему так и не смог дать определение. Он как раз готовился ко сну, когда загадочное существо вползло к нему в комнату. Не запаниковав и сохранив холодный рассудок, Литлтон взял ружье и сделал один меткий выстрел. Литлтон утверждал, что подстрелил существо и даже увидел, как оно упало, но никаких следов найдено не было. Литлтон рассказал, что оно было похоже на липкую жидкость, при движении издавало странные звуки и чем-то отдаленно напоминало осьминога. Некоторые считают, что именно осьминогом существо и являлось. Будто бы оно каким-то образом проникло в дом через подземные каналы. Версия, конечно, шаткая. Осьминог или нет, но после того, как в 30-х годах прошлого века дом приобрела компания Max Brothers, и в доме открылась антикварная лавка, все жуткие явления сразу прекратились. Может быть в доме поселились настоящие скептики. А может дело было в том, что ту самую комнату заперли, владельцы запретили использовать ее для любых целей. В ней нельзя было даже устроить склад.